Сейчас я буду аудиторию кошмарить, говорить о грустном, рассказывать, как все плохо. Вы должны в нужных местах пускать скрукую следу, но громко не рыдать. Что мы имеем в реальности? Мы хотим делать так, чтобы у нас появлялись платформные проекты, а для этого мы имеем дело с той инфраструктурой, с которой у нас появляются какие-то новые проекты, которые у нас на сегодняшний момент сложились. С ее людьми, с ее мотивациями, с ее общением, с ее эффективностью и так далее. И если мы посмотрим, зададим себе вопрос, что нам нужно для того, чтобы у нас платформный проект вот так, просто хотя бы, не то чтобы там взлетел кракетой, чтобы он хотя бы начался. Мы поймем очень простую вещь, что нам нужны, в моем понимании, как я уже говорил, я не верю в платформу всего, я верю в узкие отраслевые платформы, которые берут один какой-то сектор экономики достаточно локализованный и доводят его до предела эффективности. Для этого нам нужны. Нам нужны отраслевые знания и опыт. Без них мы ничего не можем сделать. Второе. Нам нужны некие платформенные знания. То есть, человек всю жизнь проработал в индустрии какой-нибудь, он ее само очень хорошо знает, но он принял там какие-то возможности по трансформации самоплатформенной диалоги, он может недостаточно хорошо знать, и это значит уже не летит. Значит, ему и платформенные знания. Нужны информационные технологии, понятное дело. Обязательно нужны знания и опыт о том, как монетизировать платформы и такие проекты, потому что по состоянию сегодня у нас нет глобального спонсора, который просто спонсировал это все. Значит, любой этот проект, он должен привлекать деньги, привлекать инвестиции, значит, он должен быть понятен с точки зрения финансовых своих результатов. Ну и третье. Собственно, сами деньги нужны. Так вот, а если мы посмотрим на эти компоненты и посмотрим, как у нас вообще с этим дела обстоятся, мы поймем, что у нас все очень хорошо сойти. Вот я вас смею заверить, нет никаких абсолютно волшебных технологий, не освоенных на территории Российской Федерации нашими людьми, которые нужны для того, чтобы платформы строить. Вот нет таких технологий, поверьте. Более того, очень многие вещи, которые делаются и на Западе, и на Востоке по тем же платформам, они делаются и нашими людьми в том числе, при участии наших людей. Второй момент. Обраслевые знания и опыт. Ну, есть он. Людей найти можно с обраслевым знанием и опытом, если поставить себе такую задачу. Другой вопрос. Знают ли эти люди, что их опыт востребован? Вопрос. А этот вот такой смайлик, такой нейтральный. Платформенные знания. Как человек, который полтора года на эту тему что-то подписывает и собирает читайский опыт, я не вижу никакой абсолютно конкуренции серьезной по-настоящему такой вот в публичном пространстве. То есть отдельные люди с отдельными идеями бродят в этом пространстве, периодически осуществляя этими идеями за счет окружающей действительности. Действительность там как-то с ними взаимодействует. Но здесь нет какого-то законченного, нету законченной концепции, законченной теории, законченного знания. То есть вот если монетизация, например, это уже целая методология, и вы можете прийти на курсы, вам там расскажут про ЛТВ, про стоимость привлечения, про стоимость удержания, про расходы текущих... То есть вот вам все, экономическую модель, вы научите, как построить экономическую модель такого а-ля платформенного проекта. То в области, собственно, самих строительства платформ у нас еще такого знания нет. С монетизацией, как я уже говорил, дела обстоят достаточно хорошо. И с деньгами, с инвестициями в этот сектор дела обстоят не просто плохо, а очень плохо. Я чуть позже объясню почему, но общий тезис очень простой. Все платформные проекты, они не позволяют очень многим вещам, к которым привыкли инвесторы. Инвестор хочет, у инвесторов задача одна, заработать много денег, задача вторая, дополнительная первая, минимизировать убытки, если что-то пошло не так. Поэтому инвесторы любят маленькие шаги, проверки гипотез, так сказать, всякие вот такие вот вещи, покажи мне, как это, show me your fraction, покажи мне твой путь, как ты развиваешься, покажи свой следующий маленький шаг, который тебе показывает результат. А здесь мы имеем дело с процессом, который, знаете, как сказать, пока квартиру не отделаешь, то ты не въедешь. Вот. И вот, собственно, процесс создания любого платформы такого проекта, независимого в том виде, в той инфраструктуре, в которой и сейчас, это такая, знаете, непрерывная игра в змеи и лестнице, причем, что характерно, знаете, игру, да, то есть лестница помогает тебе подняться вперед по маршруту, а змеи сбрасывает тебя назад. Причем здесь все змеи ведут сразу на дно. У нас прямо на старте фактически платформенные эти команды не так, чтобы сильно собираются. Как я уже говорил, они должны себя включить очень разноплановых людей, и само по себе это проблема. И, кстати, как говорят в большинстве случаев, вместо в ранней стадии, самая большая проблема, почему они не дают деньги, как правило, они смотрят на команду и понимают, что она функционально не полная, она не в состоянии, в принципе, решить задачу. Ну, идеи есть, а технологов нету. Технологи есть, а антизаторов нету. И как с этим делать? Дальше. Все начинается с концепции. Для того, чтобы выработать концепцию, нужно ухо самое полнотознание. Допустим, мы ее достигли. Но, поскольку нету устоявшихся, опять же, подходов, то мы можем получить некую такую концепцию мета-платформы. Можем получить. А дальше нам надо что? Дальше нам надо эту платформу, ну, как-то превращать во что-то реальное. И тут выясняется, что для этого нам нужны специалисты следующего уже профиля. Нужны специалисты по пользовательским интерфейсам, архитекторы, аналитики и вся вот это прочие люди, которые, в принципе, ни к рекламной отрасли, ни к знанию не имеют отношения. И этим людям уже просто надо платить. А платить нам, как уже было сказано, особенно нечем, потому что с инвестором договориться не можем. В этом месте очередной у нас провал. Но, допустим, что мы поскребли по всем друзьям, наскребли денег, наняли каких-то специалистов, фрилансеров, наскребли, сделали MVP. Минимум нового профиля. Наверное, все знают, что это такое. Кто-то не знает. Есть люди такие? Слава богу, нет. Значит, сделали MVP. Для любого нормального проекта это очень здорово, и можно начать тестировать воронку, привлекать клиентов, и нет. А здесь нет. Потому что, как передо мной уже говорили, существует очень простая проблема. Это система, где люди взаимодействуют между собой. Соответственно, число взаимодействия для них является критическим, и оно достаточно велико. И плюс еще взаимодействия разные. И существует нижний порог ликвидности. Ее нельзя тестировать на 10 клиентов. То есть это могут быть 10 людей, которых вы туда пригласили, они пришли и зарегистрировались, но это абсолютно не значит, что ваша платформа заработает вообще абсолютно. Это значит только то, что вы нашли 10 человек, согласно зарегистрироваться в ней. И получается, что мы не можем показать тот самый трекшн, мы не можем оттестировать нашу идею. Нам нужно просто потому, что не можем, потому что у нас нет базы достаточно. А дальше возникает следующее. Поскольку мы не можем оттестировать идею, у нас возникает еще высокий риск того, что мы вообще делаем литок. И это риск объективный есть. И в этом месте тоже хороший инвестор опытный так смотрит на нас. Василий Глазович говорит, ну, ребята, спасибо, но нет, хорошая покупка. Но, допустим, мы все-таки сделаем продукт. И, допустим, он даже, в общем-то, перспективный. Все почувствуют себя будущими джетма. И тут возникает следующий момент. Порог ликвидности для того, чтобы работать в таких продуктах, достаточно высокий. То есть нам нужно очень быстро нагнать туда клиентов и поставщиков. Причем не просто клиентов, а набрать, нагнать туда клиентов в определенной сбалансированной структуре. То есть там были и поставщики, и покупатели. И при всем при этом очень быстро, потому что, когда вы человеку говорите, здесь будет хорошо, он говорит, окей, я зарегистрировался. После этого у вас есть, ну, месяц, ну, хорошо, два. Если из этих два месяца ничего не происходит, и он не видит для себя пользы, то, соответственно, он просто забывает. И второй раз, когда вы его позовете, он уже просто не придет. Да, волки-волки. Не приходит. Но вы не можете ему дать ничего, пока у вас там нет, допустим, там, 3-5 тысяч зарегистрированных клиентов в определенной структуре. Значит, соответственно, эти 3-5 тысяч вы должны фактически затащить туда буквально за считанные недели. Это можно сделать, но это большие деньги. Потому что чем выше скорость привлечения, соответственно, тем больше у тебя стоимость привлекаемого. И вот, соответственно, если мы через все вот это таким же каким-то образом пролезли и дошли до порога ликвидности, у нас только вот в этом месте появляется уверенность и понимание того, что оно вообще куда-то движется, куда-то летит. Что эта идея вообще тут чего-то стоит. И, как показывает практика, вот как только от проволивдивности переехали, вот тут сразу инвесторы начинают приходить и говорить, сколько стоит. Давайте вашу оценку проведем, сколько вам надо, да, и так далее, и так далее. И тут уже совершенно ситуация радикально меняется. Но возникает просто очень простая проблема. Теперь смотрим на текущую структуру и понимаем, что вот этот цикл на сегодняшний момент в российской структуре достигается непроходимый. То есть нету. Вот на этот цикл нужно, ну, наверное, месяцев восемь по минимуму, да? Десятки миллионов? Десятки миллионов рублей, при этом вот с такими вот исходными посылками, которые мы знаем, да? Ну, я таких не знаю. Причем это и личный опыт общения с людьми, которые деньги вкладывают. Дальше. Соответственно... Некоторые здесь присутствуют. Да. Некоторые здесь присутствуют. Некоторые здесь присутствуют. И теперь очень простой вопрос. Вот я вот как бы кошмарить закончил, и теперь здесь вопрос о том, можно ли с этим что-нибудь сделать. Значит, все следующее. Я прошу вас принимать, во-первых, как мою версию, моя мысль, да? Второе, есть две разных плоскости. Есть вопрос, что сделать, и вопрос, как сделать. Так вот, если ты знаешь, что делать, ты уже можешь, в принципе, искать пути как, да? Но если ты не знаешь, что делать, искать пути как, бессмысленно совершенно. Поэтому я, в данном случае, констерировался на вопросе, что делать. И я прошу понять, что очень многие вещи, которые сейчас увидятся, возможно, для них прям нету прямо сейчас ответа на вопрос, как это сделать. Но этот вопрос, собственно, в моем понимании, эти ответы нужно искать. А может быть, надо делать не это. Это вопрос, как это предмет обсуждения. Значит, первое, что нужно. Нужно каждой изменеет сдать свою лестницу. То есть, как-то сбалансировать эту систему, и понимая, какие приблизительно проблемы мы имеем, нужно систему одним работать. Значит, вот это вот. Я очень не люблю текстовые слайды, потому что говорить одновременно и текст на экране – это очень плохо. Но, тем не менее, кратко пробегусь. Значит, недостаток знаний лечится исключительно образованием, просвещением, продвижением и так далее. С этим ничего нельзя сделать. В других пути нет. Значит, соответственно, кто-то должен потратить свои ресурсы на это продвижение. Потому что общественным ресурсом такого общественного участия можно, конечно, в итоге ограничить. Дальше. У нас был еще яркий спор на тему «Если у нас дефицит идей по отдельным секторам», я бы сказал так. Мы разошлись на понятие, что такое дефицит идей. То есть, на самом деле, число людей, желающих как-то изменить ситуацию в секторах, оно достаточно велико. Другой вопрос, что число людей, желающих изменить и понимающих, в какое состояние их можно привести, оно уже гораздо меньше. Число людей, готовых активно действовать в этом направлении, в повороте. Каждый раз, вмешаем в сто раз. Дальше. Мне необходимо что-то делать с тем, что неполнота команды – это серьезный фактор. С ней что-то делать, и здесь фактически нужны определенные механизмы, которые встречают людей разных абсолютно профилей друг с другом. И иногда люди просто смотрят и понимают, что они хорошо работают вместе, хотя они очень разные. Вот это вот, нужны механизмы такие. Есть некая такая проблема, опять же, у нас нету полного согласия по ней. Я, например, совершенно не считаю, что источником основных преобразований в отраслях и источником индустриального знания могут быть только люди из середины. То есть, топ-менедженов и владельцы, которые приезжают в какой-нибудь отрасли, никогда не будут этим заниматься. У них и так все хорошо. Им не зачем заниматься трансформацией в отрасли и всем вот этим тонких отраслям. А люди, которые проработали на верхнее ругодящее звено средней части, люди, которые реально хорошо знают индустрию, валятся многие годы и так далее, они реально – это люди, которые не в состоянии на свои сбережения, полгода заниматься проблематикой и трансформацией индустрии. И этих людей нужно находить, вовлекать, помогать этих людей, и, видимо, нужно просто накормить какое-то время для того, чтобы они бы давали результаты. Причем эта деятельность, которая, опять-таки, самая высокорискованная, вообще не очевидно, какие результаты не принесет. Значит, далее. Любой проект в базе своего развития сталкивается с тем, что у него есть много достаточно узких, но очень таких сфокусированных задач. То есть любому проекту нужен хороший архитектор, чтобы этот проект дальше хорошо летел. На самом деле, этот архитектор не нужен проекту вообще на всю его велесию жизненный цикл. Очень часто хороший специалист, допустим, по пользовательскому интерфейсу может прийти в проект на месяц, сделать его в 10 раз лучше, после чего выйти на следующий проект, оставив со собой учеников, которые дальше будут развивать, и это прекрасно. Соответственно, необходимо создавать определенную инфраструктуру поддержки и той экспертизы, которая в проект может быть задействована не на полный день. Человек пришел, ушел, проконсультировал, ведет 10 проектов одновременно. Это очень большая ценность для проекта. Дальше. То, что я говорил. Поскольку у нас фактически отсутствует механизм валидации такой объективной, то есть мы не можем протестировать MVP и сказать, что мы идем не туда. Здесь, с моей точки зрения, необходимо создавать какие-то такие механизмы экспертные, которые помогают проектным командам, критикой здоровой, сомнениями, конструктивными предложениями и так далее, которые помогают проекту на своем треке оставаться, не уходить в эту сторону от идей. Ну и две последние проблемы понятные. Непонятно совершенно, что делать с инвестициями на ранних стадиях. Это проблема, которая в разных странах решается по-разному. Ну просто как варианты, допустим, это могут быть какие-то инвестиции такие, совершенно сумасшедших людей, совершенно сумасшедших структур, это могут быть инвестиции того же самого государства в формате 50 на 50, когда государство просто... В Израиле была такая модель, лет, может быть, 25 назад, если мне память не изменяет, но не просто было. Любое вложение в хайтек-компанию государство стало ровно столько же, причем государство не получало долю в компании. Они за несколько лет число декстатующих компаний увеличили в несколько раз. Ну и самый последний интересный пункт – это вот этот вот тяжелый взлет, необходимость достаточно быстро привлечь достаточно большое количество базы. Вот здесь наше государство российское может очень хорошо помочь, и что характерно, ему это ничего не будет стоить. Здесь не требуется... Вот я позволю себе рассказать. Один человек, уважаемый маркетолог, одной очень уважаемой крупной компании, готов отдать бюджет за пять лет, за три минуты эфира, и когда президент поздравляет россиян с новым годом, а у него с кальмашками говорит «мой прообщественным продуктом торчит». И вот это работает. То есть если в каком-то секторе какой-то проект будет поддержан не официозно поддержан, в виде выпуска каких-то бумаг, а будет именно медийно, информационно, панетийно поддержан, просто элементарно подтолкнута индустрия к тому, чтобы сказать «да, это хорошо», «профильные». Да, профильные, профильные все равно живут. Именно иметь в виду и на кусты профильные. То есть если это там связано с туризмом, то, соответственно, туристические верности должны немножко заняться. Соответственно, грамотное использование вот этого информационного ресурса государства, оно может быть абсолютно бесплатным, может дать очень хороший импульс. Ну и последнее. Я не знаю, будет ли это видно. Вот нарисовал такую шарикан-схему. Суть ее надо просто объяснять. Дело в том, что кто-то должен все это делать. Давайте себе представим на минутку, пока не будем давать этому ни внеотчества, ни бюджета, ни начальника. Давайте представим, что есть некая структура, которая поставила себе задачу выпекать эти платформы, запускать их в мир, причем делать это не путем спонсорства бесконечного, создания чьих-то структур, которые только едят деньги, а создавать нормальные коммерческие компании. Основная, собственно, задача этого организации будет заключаться в том, чтобы формировать некое инструкционное поле через мероприятия, через интернет, через порталы, через все это сообщества. И через это поле, собственно, формировать сообщество инициаторов тех людей, которые несут себе идеи. Пропускать этих инициаторов по такому вот конвейеру, это не труба, это конвейер, на самом деле, просто у меня получился вертикальным, к сожалению. Давайте считать старифами, потому что они двигаются вверх, на самом деле, в интеллектуальном смысле. Где этих людей подтягивать технологически, пропускать этих людей их идеи через некую экспертизу, через сообщество экспертов, добивать этих людей кадровым резервом, либо, наоборот, этих людей включать в кадровый резерв. То есть идея твоя хорошая, но команду мы сейчас не можем тебя сформировать, давайте вот сюда вот мы тебя учли, значит, они тебя дополнили, мы заточнили. И таким образом вот здесь вот получать перспективные команды, которые функционально достаточно полны, и которые уже могут, есть хотя бы надежда, что они могут продуктивно работать над проектом. А дальше запускать эти команды, собственно, по определенному циклу с определенными репортными точками. То есть это концепция, концепция продукта, прототип продукта, там, минимальный рабочий продукт и так далее. Эти репортные точки можно обозначить достаточно четко, и можно понять приблизительно для среднего проекта, каков размах, сколько эта история может стоить во времени деньгата. И, соответственно, фактически вот эти команды дальше пускать по нормальному, венчатому инвестиционному циклу. Единственное, что здесь есть проблема, как я говорил, с доверием, поэтому вот здесь совершенно необходимы какие-то ресурсы, которые будут бросаться на раннюю стадию в эти команды, совершенно, опять же, нормальным способом за ту же самую долю. И таким образом проходить вот эти вот, дотаскивать эти команды до такого варианта, когда уже внешние инвесторы смогут к этому вопросу подключиться, а по дороге обеспечивать эти команды, там, экспертизой и метровым определенным, как я говорил, юридически организационная поддержка. Ну, вот, понимаете, большинство людей с идеями совершенно себе не представляют, как вести бухгалтерию, тем более не представляют, как вести его правильно. Очень важный такой момент, опять же, лоббирование в хорошем смысле госорганов, куда включаются, например, такие моменты, как то, что для того, чтобы сделать некие трансформации возможными, реально необходимо менять законодательство. То есть вот отличная идея, мы верим в то, что это так, но для того, чтобы это стало возможным, необходимо раз, два, три, четыре, пять, два, чуть-чуть поправить. Но не в состоянии команды этим заниматься. Этим должен заниматься кто-то, хорошо знающий структурой и понимающий, как это делается. Соответственно, определенный блок, который обеспечивает то, что он сейчас называется модно-ЖИА для этих команд на аутсорсе. И сообщество, очень важное сообщество, которое обменивается идеями, которое работает в определенном информационном пространстве. Что мы должны получить на выходе? Мы на выходе должны получать компании растущие, которые по секторам берут и выходят вот в эту точку. И если мы это делаем, если мы это делаем и это у нас получается, то возникает очень интересный момент. Во-первых, вся вот эта конструкция становится не просто финансово достаточно, она становится даже довольно-таки прибыльной. Потому что, как вы знаете, по соотношению вложенных денег и полученные ценности, все равные инвестиции, они самые доходные. Во-вторых, она, проблем, летает определенную репутацию. Мы получаем в качестве результата какое-то количество компаний, которые, собственно, дальше уже в рынок идут, сами дальше эти рынки трансформируют. Мы получаем дополнительные внятные проекты для тех инвесторов, которые уже есть в фондов и структур. И один маленький момент. Дело в том, что здесь необходимы не только сами трансформационные компании, но и компании, которые разрабатывают стеки технологий, ускоряющие эти трансформации. То есть, если мы видим компанию, которая разрабатывает хорошую платформу, мы можем эту компанию также включить в фонд, и ее платформа будет служить инструментом, ускоряющим для всех остальных. Собственно, вот такая вот схема, спасибо, забавная. Думаю, реализуемая, но я на этом и закончил, спасибо. Я прошу просто учесть, что подобных схем мы видели и сами нарисовали не раз, но Леша в хорошем смысле два слова накрыла после прошедшей лекции. Ребята, ну можно же, ну как бы понятно же как, да, и понятно же что. И в этом смысле я считаю, что любая попытка отпустения подобных конструкций в машинах, она правильная, ну а дальше как бы просто определяться, что тут действительно критично и что необходимо решать. Я предлагаю два-три вопроса на понимание суда, конечно, адекватно, и перейдем дальше, потому что у нас просто камень будет заканчиваться. Владимир, Алексей, вы оба говорите об инвестициях как таком важном факторе. У меня вот перед глазами прямо буквально противоположная какая-то ситуация, когда ребята там в возрасте от 25 до 30 лет, небольшие группы, компании там, не знаю, по два-пять человек, успешные, за два-три года выходят на десятки миллионов годового оборота, имеют международную клиентуру, и как от черта от лаган убегают от инвесторов. В связи с этим вопрос, а насколько уверены вы, что вы как бы все это проскребли до бетона и точно знаете, что без инвестиций это невозможно? Может какие-то ходы возможны? То есть вы хотите сказать, что именно в достаточно широком масштабном именно платформе на исполнении проекты люди сделали чисто на своих и раскрутили их за два-три года до международного масштаба? Вы меня очень сильно обяжете, если вы назовете один-два таких проекта, потому что я их не знаю, да, то есть мое знание обещает безусловно. Маленькие проекты, не платформы. Проект требует другого входного чека, да, входного барьера существенного в этом типе проекта. И в этом смысле и количество участников в команде, и количество инвестиций, которые приходится вкладывать, он просто выше стандартного стартапа на пару вариантов. Опыт, про который вы говорите, он присутствует в том, что у меня присутствует, я запускал и собственные подобные проекты, и менторил другие проекты, внешние команды. Это понятно. Но вот в этом случае нам чуть-чуть другая ситуация. И поэтому, но вы понимаете хороший вопрос. Я попрошу сейчас Горбачева и Александра все-таки ответить на вот такой вопрос. Я его по-другому скажу. Александр, а как вы считаете, ваш опыт дарифного регулирования позволяет ли вам указать на схему, когда авторы будущей платформы, не дойдя еще до точки, про которые Алексей говорил, могут быть уверены в будущем финплатоке? Может ли принцип дарифного регулирования здесь быть применен для операторов платформы? Ну, как минимум, тех платформах, которые имеют дело, например, и частично перекрывают функции с государством ЦИА. Закупки КАК, СРИИ. Ну, наверное, я так скажу, буду говорить, личное мнение, да, не мнение в этом случае. А касаемо как бы вот того, что я думаю, то, конечно, регулирование здесь вообще неуместно. Ну, то есть однозначно как бы нет. И почему? Потому что, как уже в докладах ранее говорил, с платформами с собой могут и должны конкурировать. И в этом смысле их задача – это снижение строжности, скажем так, да, то есть на каждой транзакции, которая есть в определенной системе развития. Всегда в этой сфере. В этом смысле, если я, там, платформа А, да, и беру, там, какой-то процент с каждой транзакции в 10, да, и на совокупный процент с этих оборудов, этого рынка, этого сектора экономики. Там другая будет более эффективная, третья еще эффективная. В смысле, а зачем их регулировать? Всем очень интересует вопрос, чтобы…